7 августа в 10 часов утра Приморское управление гидрометеорологической службы объявило штормовое предупреждение. Тропический циклон Франциско оказался в опасной близости к южному побережью края. Шторм заставил поволноваться всех. С комментариями выступали и директор Примгидромета, и главы ведомств, в том числе Приморского МЧС. Главное управление МЧС России по Приморскому краю и силы Приморской территориальной подсистемы края функционируют в режиме повышенной готовности к действиям по предназначению готова аромобильная группировка МЧС России. Прогноз доведен до глав муниципальных образований. В ночь с 7 на 8 августа стихия все же показала себя. Шум дождя слышали не только жители периферии Приморья, но и Владивостокцы. Паника по поводу тропического штурма, по-видимому, сыграла на руку жителям улицы Космонавтов. Вечная лужа уже утром исчезла, и лишь наличие машины аварийной службы напоминало о ее существовании. В целом, краевой центр не сильно пострадал от тропического гостя. Несколько аварий и залитые дороги. Меньше, что могло случиться, да и в общем-то случалось здесь в разные годы. Спасаясь от тропического штурма, во Владивосток на несколько часов раньше запланированного времени зашел круизный лайнер МАЗДАМ. На борту 1250 пассажиров и 580 членов экипажа. Это был его первый заход в Приморскую столицу. Владивосток стал для лайнера не просто очередным портом на пути следования, но и спасительной гаванью. На судне путешествуют туристы из США, Канады, Австралии и Японии. Дождь, тем временем, не прекращался еще целые сутки, но стал ощутимо более слабым. Влияние Франциско на край, очевидно, снижалось. Как обычно, ситуацию комментировали им честники, дословно повторяя синоптиков из Примгидромета. Главный тезис Франциско отвернул от Приморья. По информации Приморского ГМС, к исходу прошлого дня циклон Франциско завершил свое воздействие на территории Приморского края и вышел в акваторию Японского моря к острову Хоккайдо. В настоящее время и ближайшие двое суток погоду в крае будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся со стороны Китая в северо-восточном направлении по территории Приморского края. В переводе с канцелярского языка силовиков, все восточное побережье Приморья все еще в зоне риска. Приморская УГМС еще 8 августа предупреждала об этом, как на сайте, так и в комментарии, которые дали съемочной группе 8-го. Прежде всего это Дальнегорский, Ольгинский, Кавалеровский и Тернейский районы, то здесь можно ожидать сегодня наиболее сильные дожди. Что касается ветра, то как такового прям очень сильного ветра в Приморье не наблюдалось, но тем не менее мысовые метеостанции отмечали порывы ветра до 20 метров в секунду. Однако есть у прошедшего относительно мягкая для Приморья Франциско и темная сторона. Дожди пусть и не оказали резкого негативного эффекта на жизнь и инфраструктуру края, но заложили фундамент для долгоиграющих последствий. Вышеперечисленные районы окружены реками и водоемами. Опыт 2016 года, когда прошел Lion Rock, отчетливо показал, что может из этого выйти. Прошедшие за период с 7 по 9 августа интенсивные дожди вызвали подъем уровня воды в реках южных, юго-восточных и центральных районов края. Наибольший рост наблюдался на реках бассейна Японского моря, нижнем течении реки Уссури и его притоках, а также на реке Раздольная и Комиссаровка. Примгидромет регистрирует подъем рек в крае. Местная гидрологическая сеть сообщает о 40-50 сантиметрах в сутки и темпы лишь продолжают нарастать. Поэтому Приморская МЧС мобилизовала все силы и, как говорят ведомстве, готова к отражению ударов стихии. Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях проводится моделирование наиболее вероятных мест возможных подтоплений с учетом количества выпавших осадков. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе 40 человек с 7 единиц техники и 6 теплов средств продолжает работать в наиболее поводкоопасных районах Приморья. Сейчас Примгидромет проводит круглосуточный мониторинг ситуации в крае и Приморье в ближайшую неделю ожидает, если не похолодание, то ощутимое снижение средней температуры. На восточном побережье, то есть зоне риска, она составит 18-21 градусов по Цельсию. Из-за больших запасов влаги, который принес с собой Франциско, интенсивные дожди на юго-востоке края сохранятся все выходные. Примгидромет даже заявил о вероятности гроз и града. После выходных атмосферный фронт с севера принесет с собой холодный воздух, и в Приморье станет холоднее еще на 1-3 градуса. Сбудутся ли прогнозы синоптиков, а главное, пройдут ли грядущие дожди для края без ощутимых последствий? Восьмой канал продолжит следить за развитием событий. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова